Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 11 мая. В этот день в истории нашего Отечества. В 1711 году вышла первая продукция Санкт-Петербургской типографии «Газета ведомости». В 1807, во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов, в Дарданельском сражении русская эскадра разбила турецкий флот. В 1849 родился Константин Варлаамов, актер. В 1897 были опубликованы предварительные итоги первой всеобщей переписи населения Российской империи. В 1905 родился Михаил Шолохов, писатель. В 1906 родился Александр Вишневский, хирург. В 1925 в Москве была пущена первая в СССР государственная фабрика канцелярских принадлежностей «Союз». В 1939 начались боевые столкновения СССР и Японии в районе реки Холхингол. 11 мая 1807 года, во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов, в Дарданельском сражении русская эскадра разбила турецкий флот. Турецкая столица Стамбул, ранее Константинополь, сильно зависела от морских поставок. В связи с этим 6 марта 1807 года русская эскадра под командованием вице-адмирала Дмитрия Синявина, состоявшая из 10 линейных кораблей и фрегата, установила блокаду пролива Дарданеллы. Блокада продолжалась в течение двух месяцев, что вызвало голод и недовольство населения в городе. Там началось восстание Янычар, и султан Селим III был низложен. Новый султан Мустафа IV приказал своим адмиралам прорвать блокаду любой ценой. Выполняя это требование, турецкий флот в составе 8 линейных кораблей, 6 фрегатов, 4 шлюпов, брига и свыше 50 грибных судов за несколько дней до битвы вышел из пролива. Турки хотели высадить десант на острове Тонедос, который служил базой русской эскадры в Игейском море, и заставить русских снять блокаду пролива. Синявин, желая предвосхитить эти планы, выдвинулся навстречу турецкому флоту. Турецкий флот, уклоняясь от боя, стал поспешно отходить к Дарданеллам. В 18 часов 30 минут у входа в пролив головной корабль русской эскадры нагнал турецкий флагманский корабль и вступил с ним в бой. По мере подхода вступали в бой и остальные русские корабли. Маневрируя, они расстроили боевой порядок эскадры противника, которая стала отходить в пролив. Корабли Синявина продолжали преследование, несмотря на огонь турецких береговых батарей. С наступлением темноты противнику удалось выйти из боя и укрыться в глубине пролива. Следующим утром русские корабли обнаружили три отставших турецких корабля и атаковали их, но им удалось уйти под прикрытие береговых батарей. В Дарданельском морском сражении русские потеряли 83 человека убитыми и ранеными, турки потеряли почти 2000 человек. Три турецких линейных корабля были выведены из строя. Однако победа была не окончательной. Синявин продолжал блокировать Дарданеллы. Через месяц во время сражения у Афонского мыса турецкий флот был окончательно разбит. 11 мая 1897 года были опубликованы предварительные итоги первой всеобщей переписи населения Российской империи, состоявшейся в январе того же года. В 1897 году прошла первая и единственная всеобщая перепись населения царской России. Она единственный источник достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX века. Инициатором переписи населения был русский географ, геолог и статистик Петр Семенов-Тяньшанский. Убеждать начальство в необходимости ее проведения ему пришлось около 30 лет. В июне 1895 года его императорское величество, государь, император Николай II, высочайше утвердил положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи. В нем говорилось, что это дело для России совершенно новое, никогда в ней до сих пор не бывалое. Перепись эта будет состоять в том, что будут пересчитаны поодиночке все жители государства, для того, чтобы правительство могло знать верные числа или счет населения, как во всем государстве, так и в каждой отдельной губернии, в каждом уезде, в каждой волости, селении и усадьбе. Николай II и стал первым в этой переписи, указав в графе «Род занятий» хозяин земли русской. Переписью была охвачена вся территория империи, кроме Великого княжества финляндского. Основные итоги были опубликованы к 1905 году в 119 томах по губерниям и в двух томах общего свода результатов. Кроме того, были изданы выпуски для шести крупнейших городов империи – Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Киева и Риги. Согласно этой переписи, в Российской империи тогда проживало 125 миллионов 640 тысяч 21 жителей. Горожан было всего 13,4%. Уровень грамотности составил 21,1%. Причем среди мужчин он был значительно выше, чем среди женщин. 29,3% и 13,1% соответственно. Перепись зафиксировала, что в России проживает 69,3% православных, 11,1% мусульман, 9,1% римокатоликов и 4,2% иудеев. Для награждения участников переписи в ноябре 1896 года Николаем II была учреждена медаль за труды по 1-й всеобщей переписи населения 1897 года. 11 мая 1900 года под град артиллерийского салюта, стоящих на небе кораблей, был спущен на воду крейсер «Аврора». Крейсер был заложен в 1897 году в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе Новое Адмиралтейство. Корабль предназначался для выполнения функций крейсера-разведчика и борьбы с торговым судоходством противника на небольшом удалении от баз. Два года велись достроечные работы. 11 мая 1900 года по личной команде императора Николая II в присутствии многочисленных членов императорской фамилии крейсер был торжественно спущен на воду. Своё название «Аврора» он получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны 1853-56 годов. В сентябре 1903 года «Аврора» под командованием капитана 1-го ранга Сухотина вышла из Кронштадта на Дальний Восток. Вести о вероломном нападении японского флота на порт Артур и начале русско-японской войны застали «Аврору» в африканском порту Джибути. Корабль вернулся на Балтику и был включен в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, формируемой для боевых действий на Дальнем Востоке. В составе этой эскадры крейсер и вышел из Кронштадта в Тихий океан. В походе «Аврора» зарекомендовала себя как один из лучших кораблей эскадры. В 1906 году «Аврора» возвратилась на Балтийское море, став учебным судном морского корпуса. На крейсере проходили практику гардемарины и кадеты морского корпуса, юнги и ученики школы строевых унтер-офицеров. В ноябре 1916 года корабль был отправлен для капитального ремонта в Петроград. Так крейсер оказался в самом центре событий двух революций 1917 года. Революционный дух быстро заразил матросов «Авроры». В дни февральской революции взбунтовавшиеся матросы убили своего командира Никольского. Старший офицер крейсера был ранен. По решению Центрального комитета Балтийского флота, уже практически отремонтированная «Аврора» была оставлена в Петрограде и подчинена Петроградскому совету. Матросы крейсера приняли участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. В ночь на 25 октября 1917 года из носового орудия «Авроры» был произведен холостой выстрел, ставший впоследствии одним из символов революции. С окончанием гражданской войны «Аврора» вернулась в строй. Лишь после Великой Отечественной войны в 1948 году крейсер поставили на вечную стоянку на Неве, разместив в нем музей. 11 мая 1939 года начались боевые столкновения СССР и Японии в районе реки Холхингол. В 1931 году японские войска, вторгшиеся в Китай, оккупировали Манчжурию и начали усиленную подготовку к нападению на Монгольскую Народную Республику. На ее территории планировалось создание плацдарма для дальнейшего нападения на советский Дальний Восток. 11 мая 1939 года отряд японской кавалерии продвинулся на 15 километров вглубь территории МНР и атаковал монгольскую пограничную заставу. Так начались боевые столкновения, продолжавшиеся до середины сентября того же года. Вскоре на смену отдельным кавалерийским отрядам пришли регулярные силы армии, включая авиацию и танковые войска. В течение июня японцы создали группировку войск в 38 тысяч человек. 130 орудий, 135 танков, 225 самолетов. Советские войска уступали японцам в пехоте и артиллерии в три раза, кавалерии в 4,5 раза, но превосходили их по количеству бронемашин и танков. 3-5 июля 1939 года в ожесточенных боях в районе горы Баин-Цаган с обеих сторон участвовало до 400 танков и бронемашин, свыше 300 орудий. Японская группировка была уничтожена. Однако японцы не оставили своих намерений. В августе в районе конфликта была сформирована 6-я армия, насчитывавшая свыше 75 тысяч человек. 500 орудий, 182 танка. С воздуха их поддерживало 350 самолетов. Генеральное наступление японское командование назначило на 24 августа. Руководство 1-й армейской группы, сформированной в районе конфликта под командованием Комкора Георгия Жукова, решило нанести упреждающий удар. 20 августа советско-монгольские войска перешли в наступление. Вся 6-я японская армия попала в окружение. К исходу 28 августа эти отборные войска императорской Японии были разгромлены. 31 августа территория МНР была очищена от японцев. 15 сентября 1939 года было подписано соглашение между Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военных действий. Российская летопись это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ.